Сегодня мы с вами поговорим о солнечных ожогах на виноградной ягоде. Разберем причины, по которым они появляются, ну и, конечно, поговорим о том, как этого избежать. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Что же такое солнечный ожог? Это повреждение на ягоде, которое появляется вследствие солнечного воздействия. Выглядит это примерно вот так. Смотрите, вот так выглядит солнечный ожог, но эта гроздочка получила солнечный ожог уже после среза. То есть я ее срезала при нормировке, она на солнышке полежала, и вот ягодка получила солнечный ожог, и поэтому же вы видите остальные ягодки несколько подвявшие. Но точно такое же поражение вы можете увидеть и на ягоде, которая прямо висит на кусте. Для того, чтобы солнечный ожог случился, нужно два фактора. Это, с одной стороны, высокая солнечная радиация, высокое солнечное излучение, то есть яркое солнце. А со второй стороны жара, жаркая погода и сухая. Если же у нас, например, будет яркое солнце, но не сильно высокие температуры, конечно, теоретически могут быть солнечные повреждения, но вероятность их будет гораздо ниже. И точно так же, если будет очень жаркая погода, но при этом грозди затенены, то, опять же, вероятность солнечного ожога крайне низка. Еще такой момент. Нужно отличать повреждения от солнца от белой гнили. Внешне они выглядят одинаково. Вот, смотрите, фотографии. Вот это гниль, да, вот это солнечный ожог. Видите, практически одинаково выглядят. Вот, как вам понять и разобраться, если они выглядят одинаково, что же это в итоге. Очень просто. Если грозди в тени, то это белая гниль. Если грозди на солнце, то наиболее вероятно, это все-таки солнечный ожог. И еще такой момент. Белая гниль случается в результате града боя. То есть, если у вас прошел град, даже маленький совсем, и вы радуете, что он не нанес вам никаких повреждений, вы при этом ничего не обрабатывали, то, скорее всего, у вас белая гниль. Ей достаточно небольших повреждений, для вас не особо заметных, чтобы проникнуть в растение, ну и нанести ему вред. Ну, либо, если был град большой, вы не успели вовремя обработать, то тоже белая гниль может проявиться. Ну, тема наша не про белую гниль, тема наша все-таки про солнечные ожоги. Когда наиболее вероятно они возникают? Наиболее вероятно они возникают в момент начала созревания ягоды. Когда белая ягода начинает размягчаться, красная, либо синяя, темная ягода начинает окрашиваться. Кстати, в этот же момент, что мы часто делаем, мы удаляем лист. И, соответственно, сами же способствуем солнечным ожогам. Но про удаление листьев в зоне грозди мы с вами поговорим в отдельном ролике. Поговорим, когда это надо делать, когда не надо. Так вот, чаще всего это происходит во время начала созревания. Но в некоторых особо исключительных случаях это может происходить и раньше. Кстати, вот вы задавали в комментариях вопросы, и я тоже думала, что почему у нас ягода горит, а в южных странах не горит. На самом деле горит. И в южных странах, когда я стала изучать эту тему, оказалось, что, например, в Австралии, там чуть ли не 40% урожая может повреждаться в результате солнечных ожогов. То есть ягода все-таки горит. Что же способствует появлению солнечных ожогов? Ну, это, конечно же, в первую очередь сортовая особенность. Некоторые сорта больше подвержены, некоторые меньше. Касательно цвета ягоды, эксперименты показывают, что все-таки одинаково горит и та ягода, и та. То есть от цвета зависит в меньшей степени. Влияет то, была ягода затенена, либо все время она была на солнышке. Смотрите, виноград растение умное. Да вообще все растения умные, и они стараются себя защищать. Соответственно, если наши гроздочки всегда висят на солнышке, то вероятность повреждения солнышком будет минимальной. Она, конечно, все равно может быть. Потому что мы с вами не можем измерить вот это самое солнечное излучение, посмотреть, насколько активна эта солнечная радиация. И в какой-то момент она эти повреждения может нанести. Но они будут гораздо меньше, ежели у нас ягодки висели в теньке, а потом мы их открыли яркому солнцу. Засуха также будет влиять. Ну, влияет в какой степени? Смотрите, растение, да, то есть я уже сказала, оно защищается от этих самых солнечных ожогов, ну, старается защититься. Если в это время засуха, у него уже стресс дополнительный. И, соответственно, защитные механизмы, они работают хуже. Поэтому, если, опять же, стоит жарко-сухо, мы сейчас перейдем к тому, что делать, то можно и нужно поливать. Потому что растение испытывает стресс, соответственно, если растение испытывает стресс, у него меньше ягод, оно будет больше болеть, и оно будет еще больше подвержено внешним неблагоприятным факторам. Еще один фактор, который влияет на вероятность появления солнечных ожогов, это формировки винограда и расположение шпалер. Ну, с формировками, я думаю, что все понятно. Если у нас перголы, то там все затенено, ягода затенена, и появления солнечных ожогов там, в принципе, быть не должно. Если же у нас шпалерные вертикальные формировки, то там вероятность появления солнечных ожогов будет больше. Теперь касательно расположения шпалер и касательно расстояния между рядами. Вот тоже вы часто спрашиваете, а как сделать лучше? Смотрите, лучшего, ну, лучше каждому свое. Вот сейчас мы перейдем в ряды, и я там поясню более подробно. Итак, смотрите, наши ряды располагаются с севера на юг. Вот сейчас как раз почти часть дня, яркое солнце светит. То есть такое расположение рядов нам дает максимальную освещенность зелени, ну, и максимальную освещенность ягод. Но, смотрите, у нас еще двуплоскостная шпалера. Сейчас даже камеру сниму. Вот, как я уже сказала, час дня. И смотрите, это у нас, ну, скажем так, восточная сторона. Вот в это время у нас гроздочки, видите, уже находятся практически в тени. И с этой стороны вероятность солнечного ожога будет гораздо меньше, чем с другой. Вот это у нас уже притянена, да. Это западная сторона. Вот мы ее посмотрим на других кустах. Пока она еще несколько в тенечке. Но скоро здесь придет яркое солнышко. И солнечная радиация после обеда, она более активна. И западное освещение, оно тоже более активно, оно как бы более такое ядовитое, более ядреное. И больше провоцирует солнечные ожоги. Соответственно, если вы находитесь в том регионе, где солнце очень активное, где солнечные ожоги на ягоде, подгорание ягодой являются для вас реальной проблемой, вы выращиваете сорта, которые больше подвержены этому самому солнечному ожогу. В таком случае изначально есть смысл задуматься о несколько другом расположении шпалер, но и о формировках тоже. Может быть, для вас пергола будет более оптимальным. Второй вариант, тоже которым мы можем уменьшить вероятность солнечных ожогов, это высота шпалеры и ширина рядов. Я отошла, чтобы было лучше видно. Смотрите, у нас в междуряде 3 метра высота где-то 2. То есть у нас зона грозей не затеняется. Практически не затеняется. Соседним рядом. Сейчас, повторю, полдень, поэтому плохо видно. Если бы я вечером снимала, то было бы хорошо видно. Соответственно, если мы уменьшим вот это междуряде, либо увеличим высоту нашей шпалеры, то мы создадим с вами тень. Вот там один ряд будет затенять грозди другого. И те же шпалеры с севера на юг у нас могут шикарно себя чувствовать, но при этом мы создадим легкую тень на грозди и уменьшим вероятность проблем. Опять же, если для нас это актуально, потому что это актуально далеко не для всех ребенок. Кроме того, можно делать еще какие-то вертикальные навесы. Как, например, вот здесь. Здесь вообще пергола планируется. Я просто показываю, как вариант, как это может быть, чтобы выпускать зеленый прирост, и он немножко затенял зону гроздей, создавал там тень. Но такие вещи, они будут актуальны для регионов, где эта проблема встречается регулярно. У нас в северном регионе лето бывает разное. Сейчас вот у нас жарко-сухо и очень такое кусющее солнце. В следующем году нам может света и тепла не доставать, поэтому для нас это не такая уже и большая проблема. Если же вы столкнулись все-таки с этим явлением, либо знаете, что у вас есть сорт, который подвержен солнечным ожогам и стоит такая очень яркая, солнечная, жаркая погода, то самое простое – это просто притянить грозди. Смотрите, что сделала я. Две плоскости. Вот эта плоскость восточная. Здесь я ничего не делала. Я притянила плоскость западную. Потому что здесь жарче. Ну и так растянула, потому что мне так было удобно. Самый тонкий спонбонд – это может быть какая-то легкая занавеска. То есть все, что угодно, что создаст легкую тень. Это сорт урум. В прошлом году пару ягодок у нас подгорело. Следовательно, в этом году мы просто работаем на опережение. Жарко, сухо, солнечно, значит, вот повесили такую защиту. Пока что на всем винограднике это единственный такой куст притяненный. Ну а по остальным будем наблюдать. В общем-то много где у нас находятся грозди под листьями. И они послужат естественной защитой от солнечных ожогов. Так что действуем по ситуации. Напоминаю, что такое критичное время, когда эти повреждения у нас могут появиться. Это начало созревания ягодок. На этом я с вами прощаюсь. Хорошей сохранности вашим урожаем. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Нажав кнопку «Чувь» будет ссылка на каталог наших сортов и награды. И наши контакты. И до новых встреч!